Это вторая линия обороны на Бахмутском направлении. Со слов военнослужащих, около 6 километров до серой зоны, до нуля, а далее уже позиции российской армии. Сегодня достаточно облачно, нет солнца, поэтому мы не слышим российских дронов. Однако тишины в этом направлении не бывает никогда. Эта вторая линия обороны оборудована на рубежах двух самых атакуемых российской армии направлений – Бахмутского и Донецкого. Шум боевых действий тут практически никогда не затихает. Ластик на передовой с начала полномасштабного вторжения до этого работал в Польше. А в апреле 22-го года вернулся домой и пошел в военкомат. На счету бойца штурмы Балаклея и Лимана, оборона Солидара и Бахмута. За боевые заслуги награжден медалью, но о награде говорит очень скромно. «Эта награда важна для всех, для всех ребят, которые были со мной. Я считаю, что они настоящие герои, те, которые отдали жизнь, а не те, кто остался в живых». Здесь, на позициях, по словам военнослужащего, редко бывает спокойно. Российские войска используют дальнобойное оружие и ведут минометный огонь. Тут работает и авиация противника. «Пустяно дроны поднимаются. А так чаще всего. Это минометные обстрелы, самолеты и ракеты бывают. Ну, как я и говорил, больше всего что-то мощное. Или артиллерия, или мины, или самолеты». В полевых условиях главное создать максимальный комфорт личному составу, рассказывает Иван. Мужчина в мирное время вел хозяйство и постоянно что-то строил. Поэтому здесь обустроил для ребят укрытие от дождя. «Перед дождем нужно было что-то сделать на скорую руку. Вот мы и сделали». «А сколько времени потратили?» «Ну, полчаса где-то. Может больше. Плюс-минус». Военные говорят, на позициях не одни. К ним регулярно приходят гости. «А дикие животные не приходят к вам в гости?» «Да, мышка бегает вот тут. Это наша домашняя». «Кто?» «Мышь». «Серьезно? Одна и та же приходит?» «Одна и та же. Вот она вырыла там гнездо». «Что-то оставляете? Может, еду?» «Та шоколадку, которую не съем. Она доедает». Проливной дождь или палящее солнце пехотинцы, несмотря на погодные условия, обороняют украинские позиции. Говорят, уже ко всему привыкли. Но надо постоянно быть на чеку. Здесь обстрелы противника регулярные. «Как вам честно сказать, нет такого человека, чтобы не боялся. Но если всё везде оборудовано, есть у нас окопы, мы сейчас используем всё, чтобы не было трагических случаев и нас не поражало осколками». Пехотинцы говорят, надо быть всегда готовыми к любым штурмовым действиям и прямым столкновениям с противником. Даже тут, на второй линии обороны. По данным Генерального штаба Украины, на южном фланге Бахмутского плацдарма украинские войска продолжают штурмовать позиции российских оккупантов.